Пока Витебск не запел в полный голос, на уходящей неделе напомнил о себе другой популярный песенный конкурс. Израиль могут лишить победы на Евровидении. Победительницу обвиняют в плагиате. Скандал, однако. Большая американская музыкальная корпорация обвинила авторов песни Той в незаконном копировании хита рокеров White Stripes. Мотив припева Анетты Барзилай уж больно показался знакомым. По регламенту конкурса все песни должны быть уникальными. Если экспертиза подтвердит плагиатное, то Барзилай дисквалифицирует. И конкурса в следующем году лишится и Израиль. Так спет или песенка? Мы не стали гадать на кофейной гуще и обратились за экспертным мнением к известному композитору Олегу Елисеенкову. И вот у нас две композиции, где ноты. Стороны доказывают, как один украл у другого. Проанализируем, посмотрим. Наиграю фрагмент темы, который вызывает вопрос, которая звучала на Евровидении. Теперь вторая. В другой тональности долбление от одной ноти. К винте скачок и обратно. Есть некоторая схожесть в построении мелодии. Является ли эта структура точным повторением? Ответ – нет. Является частичным? Да, является частичным. Даже ритмически они отличаются. Чисто эмоционально, когда слушаешь, можно выявить сходство. Это сходство достаточно относительное. Могу сказать, что существует определенное правило. Плагиатом является точное повторение 16 тактов музыкального произведения. Повторение 15 тактов, подчеркиваю, уже не плагиат. Поклонники Неты Борзилай могут выдохнуть, хотя все же дождемся официального заключения. И если факт плагиата не подтвердится, дерзкий припев израильтянки лидер White Stripes может принимать на свой счет.